Всем привет! И в этом видео я бы хотела вам рассказать о продуктах месяца февраля. Да, в последний день февраля я наконец-то нашла время и успеваю сделать это видео. Итак, давайте начнем. Начнем мы с лица. В этом месяце я использовала вот такой вот кофеиновый ролик Корректор плюс уход. Вот. Мне нравится это средство. Очень хорошо скрывает круги у меня под глазами. И мне не сушит кожу. Некоторые девочки говорят, что им сушит. Ничего у меня такого нет. Он, по-моему, идет в единственном оттеночке. Вот он. Вот такой железный у него ролик там. Мне нравится это средство. И также не только под глазами, но и какие-то вот наши не очень нужные вещи, выскакивающие, я им маскирую. Дальше. Тональная основа. Что-то у меня в этом месяце как-то пошел Эйвон. Вот это вот матирующая тональная основа. Немножко отсвечивает. У меня в оттеночке Айвори. Но нужно сказать, что он мне не совсем матирует. Он вот с таким вот идет носиком. Ой! Вот побежал. Он чуть-чуть жидковатый. Чуть-чуть жидковатый. И мне не совсем он матирует. Немножко у меня блеск есть. Вот даже сейчас чуть-чуть у меня блеск есть. У меня вообще почему-то кожа весной начинает сходить с ума и больше жирнится. Зимой она немножко сохнет. Чуть-чуть есть шелушение около носа. Вот на вот этих вот местах я уже говорила. На подбородке. А весной она у меня просто сходит с ума и жирнится, чтобы я с ней не делала. Так. Дальше. Для вот этой тональной основы я использовала кисточку от Бобби Браун. Вот эту вот. Я ее уже вам показывала. Я сделаю обновленное видео о своих кистях. Сейчас ко мне придет еще одна кисточка интересная, которую я тоже хочу попробовать. И сделаю уже обновленное видео. Почему это кисть? Потому что как-то мне захотелось, чтобы было более плотное такое покрытие, чтобы закрыть вот эти вот все ненужные бяки на лице. Дальше. Пудра. Это рассыпчатая такая вот пудрочка. Это заказывала с Боинг Коинс в 0,3 матиночке. Ух ты! Я ее... Вот она у меня шлепнулась недавно. И высыпалась нормально, чтобы можно было взять. До этого я ее трясла, 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 трясла. Из нее потихонь... Боже! Потихонечку-потихонечку все вот высыпается. И... Ну, конечно, это удобно, что не передозируешь продукт. Но вот сейчас вот ее много там. Почему? Ну, в 0,3 матиночке. Там с 0,1 матиночке самый-самый светлый и до вообще практически черненького, мне кажется. Чтобы скрыть вот эту свою белизну, я вообще белоснежка, белянка и румяна, и немножко бронзерами я почему-то сейчас не пользуюсь. Не знаю почему. Думаю, думаю на эту тему, попробовать пользоваться бронзерами, но решила сейчас вот скрыть свою вот эту белизну немножко вот этой пудрой. Не так, чтобы совсем быть загорелой, а вот чуточку-чуточку. Так, для этой пудры использовала вот эту вот кисточку Кабуки, заказывала из Костал Сенс. Она из искусственного ворса. Немножко, конечно, она жестковата, чуть-чуть колется, но для пудры нормально. Как всегда, компактная пудра, это Maybelline Finitone, совершенный тон в цвете светло-бежевый 0.3. У неё зеркало, пуховочка и вот такой вот у неё оттеночек. Практически уже, да, вон дырочка появляется, да дыр дотёрла. Дальше, румяна, это Шанель. Я уже показывала вам их в прошлом месяце. Это 20-й оттенок. Опять же, зеркало, кисточка достаточно такая приемлемая. И вот он оттеночек. Сейчас я вам его покажу. Такой нежный-нежный персиковый оттенок. И для румян, так же, вот если не кисть, которая в самих румянах идёт, я использовала вот эту вот кисточку для румян. Она тоже искусственный ворс. Приятная, мягкая, хорошо растушевывает, очень хорошо наносит. Дальше глазки пошли у нас. Для глаз база. База от Avon. Вот эта база. Мне кажется, хватит её на миллиард лет, потому что, вот, что касается моих жирных век, то её нужно совсем, вот, совсем-совсем капелюшечку буквально вот макнуло. Вот, вот такое вот количество на один глазик. Представляете? Это, я говорю, на миллиард лет. Хорошо держится, быстро впитывается, остаётся такой пудровый эффект после неё. И тени на них хорошо держатся до самого вечера. Так, тени. Для области под бровями и в уголок глаза я наношу вот эти вот от Givenchy. В шестнадцатом оттенке. Сейчас вам всё покажу. Не буду я коверкать, читать. Вот они. Они немножко у меня, конечно, запудрились. Тут вот зеркало. Спонжик. Маленький такой, хорошенький спонжик. Просто красота. Такой спонжик. И вот они. Здесь один оттенок матовый. И три остальных, они с небольшим шиммером. Где-то побольше, где-то поменьше шиммера. Сейчас я вам их. Ну, конечно, вот у них пигментация плоховато. Плоховато, плоховато. Особенно у матового. Ну, вот они все три. Тиночка. Небольшое, совсем небольшое у них отличие. Вот это вот матовый. Чуточку, чуточку. Ну, подсвечивают хорошо. Мне нравится. Дальше. Это две палетки Эйвен. Конечно же, у нас Эйвен идет. Это Какао Дримс. Правильно хоть показывают? Да. То, у меня бывает такое, что я кверх ногами показываю, рассказываю. Смотрите, девочки, смотрите. Ага, и все кверх ногами. Конечно, спонжик. Но спонжиком я пока не пользуюсь. Вот оттеночки. Я уже про них рассказывала. Давайте еще раз сделаю вам сводч на них. Так, такой вот светленький. Пигментация мне у них нравится. Вот. Великолепная. Мне, как на мои глаза, наносятся хорошо. Вот они. Наносятся хорошо. Растушевываются хорошо. Все меня в них устраивает. Дальше. Это Pink Sense. Это уже практически в конце месяца пользуюсь, потому что я делала видео вам уже и показывала в своих покупочках заказик Эйвен. Вот. Ими пользуюсь уже практически под конец месяца. Но они мне нравятся. Так. Сейчас сделаю сводчик и покажу вам оттенки. Тоже очень приятные такие оттеночки. Вот они. Так же хорошо наносятся, тушуются. Сейчас я буду вся в тенях. Вот они. Тоже хорошие оттенки. Мне нравится. Еще раз повторюсь. Карандаши. Карандаши. Одна подводочка коричневая от Reflame. Тоже ее показывала. Вот она с тоненьким таким носиком. Можно сделать тоненькую совсем линию. Можно потолще. Как хотите. Тоже хорошо держится. Никуда не исчезает. Не скатывается. Ничего с ним делается. И три карандашика от Эйвен. Это в цвете вспышка. Браун Глоу. Это вот такой вот серебристо-коричневый. И Сатурн Грей. Это серенький. Так, сейчас я сводчики вам сделаю. Два из них автоматические, по-моему. Сейчас. Так, вот это вот. Это у нас Сатурн Грей. Да. Вот, сейчас покажу. Ну, фокус. Вот он. Серенький. Вот он. Затем это Браун Глоу. Да, тоже автоматический. Они мягкие. Они хорошо держатся. Никуда они не исчезают, не стираются. Ничего с ними не происходит. Ну. Вот. Это вот он. Тоже приятный такой утенок. Не обращайте внимания на мои ногти, потому что я не знаю, что происходит у меня опять же с ногтями. Они начали у меня все ломаться, слоиться. И сейчас они у меня без, вообще без всего. И вот вспышка. Это уже гелевый карандаш. Я их вам показывала, рассказывала. Тоже. Вот он. Приятный такой нежный, нежный розовый оттенок. Можно его растушевать. Но, опять же, повторюсь, в каждом видео говорю, что если хотите растушевать вот этот вот гелевый карандаш от Супершок, то на один глаз нанесли и тут же его тушуем. Иначе вы никуда его не сдвинете. И кисти для теней. Что-то как-то у меня волосы непослушно лежат сегодня. Сейчас вам, чтобы не заострять много внимания. Ладно. Вот они. Кисточки. И сейчас быстренько пробежимся. Вот эти две. То есть вот эта вот такая небольшая кисточка. Совсем малючка. Это, по-моему, Фаберлик. Да, это от Фаберлик. И вот такой вот спонжик. Я его вам уже показывала. Я использую для растушевки вот этих вот карандашей от Супершок. Дальше. Вот эта малючка. Это для уголков. Здесь вот внутренний уголок глаза или где-нибудь под глазиком ресничным. Краешек выделить вот это вот малючка. И вот эти две основные. И вот эта вот растушевка. Мне эти кисти нравятся. Дальше. Бровки. Это, конечно, как всегда, арт-визаж. Гель. Как он называется? Гель для бровей и ресниц. Ну, на первом месте вода. Нормально. Мне нравится. Не склеивает. Нет вот этого склеенности. Ощущения склеенности, что как будто лаком для волос намазали. Вот этого мне нет. Мне нравится. Дальше. Для ресниц, как всегда, постоянно забываю. Кондиционер. Кондиционер от Reflame. Наношу его перед нанесением туши. Две основные туши у меня в этом месяце. Это Reflame подкручивающая, удлиняющая. Опять же покажу щеточку. Черная. Вот она. С одной ворсинки длинные, с другой короткие. И от Lumine Natural Coat. Это объемная тушь, двойной эффект. Я тоже... Есть у меня видео сравнение четырех, по-моему, четырех... Да, четыре туши сравнивала. И вот эта вот тушь там была. Я не рассказывала. Это объемные реснички. Вечерний вариант. И второй вариант. Это длинной такой. Совсем мало туши здесь. Мне нравится. Тоже хорошо держится. Не осыпается. Выполняет все заявленные функции. Хорошая тушь. И в конце месяца все-таки попробовала я вот это вот. От Avon. Это у нас черный цвет. Супер драма. Удлинение и подкручивание. Нет. Удлинение и объем. Удлинение и объем. Вот эта вот щеточка. Как я называю? Лопасти. Мне, если честно, она не понравилась. Во-первых, вот я не знаю, будет вам видно или нет. Вот видите, немножко просвечивает фиолетовая. Это цвет щеточки. То есть она не вся в туши. Она плохо прокрашивает мои ресницы. И нужно вот сидеть, 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 чтобы вот это вот все прокрасить как следует. И она их склеивает. Вот особенно в уголках глаз она мне очень сильно склеивает. То есть ты накрасил, потом это все расчесал. И если нужно, еще второй раз. Но свои функции она выполняет, да. Но вот это вот склеивание, вот это долго наносить, то, что она не вся кисточка у нее в туши, вот это меня раздражает, если честно. Ну так, на троечку. На троечку. И остались у нас с вами губки и туалетная вода. Губы. Сначала покажу бальзамы. Аж четыре штуки. Это Невея базовый уход. Простой он такой белый. Легкий запах меда. На мой взгляд, запах меда у него есть. Это от, это по-моему, Ифраше. Да, Ифраше с маслом Каретэ. Тоже простой беленький, уже показывала. Запах Каретэ приятный. Это Кармекс с клубничкой. Такой вот он бледно-бледно-желтый. Запах клубнички небольшой такой есть. И это от Avon Color Trend Twinkle. Вот такой. Он дает небольшой цвет и блески в нем содержатся. Ну, на руке не будет, наверное, видно. Нет, вот, видно. Вот как он сейчас выглядит на руке, так он и на губах выглядит. Да, он такой жирненький. Очень хорошо увлажняет. Вот такой вот у него цвет. Очень хорошо увлажняет. Мне нравится это средство. Решила даже еще один такой заказ. Ну, не такой, другого цвета. Все бальзамы очень хорошо увлажняют, питают губки. В основном, вот эти вот два я наношу на ночь. В зависимости от того, какое состояние у меня губ. Вот это днем, если никакой помады, ни блеска, ничего нет. И, ну, тоже можно вместо помады. Блеск у меня в этом месяце тоже от Avon. Название у него вот. Прозрачный. Делает эффект морских губ. Мокрых губ. Что-то я какая-то бледная сейчас стала, прям как смерть. Сейчас я вам его покажу. Вот у него такой слегка-слегка красноватый оттенок. И вот так он на губах выглядит. Липковат, скажу сразу липковат. Пахнет приятно персиком пахнет. Так, опять от Avon. Это помадка Never So Nude. Вот, я уже вам ее показывала, рассказывала. Вот такой вот у меня приятный дизайн. Вот она, нюдовая такая. Некоторые говорят, что она уходит в рижину. У меня она в рижину не уходит. Хорошо перекрывает даже пигмент губ. Мне нравится. Она увлажняет. Такая жирненькая. Небольшой-небольшой шиммер, но на губах его не видно. Она чуть-чуть так отливает. И карандашик Richie Ginger. Это все к ней использую. Глиммер стик он идет из серии. Такой вот у него оттенок. И вот он рядом с помадкой. Хорошо они вместе смотрятся. И нравится, нравится мне вот этот вот тандем. Так. И последнее для губ это Maybelline Color Sensation серия. 715-й оттенок. 715-й оттенок. Вот она. Такая вот. И... Вот. Вот она. Большой такой слотч. Чем-то они похожи немножко. Только вот это чуть-чуть в коричневую, а вот это в розовенький немножко уходит. Хорошо увлажняет. Не подчеркивает шелушение. Вот это не подчеркивает шелушение. Но единственное, что я уже говорила, что они вот так вот сейчас вот так шатаются. И вот она уже вся-вся помялась. Ну, это такой небольшой минус. Несущественный. И под конец месяца уже вот этот вот парфюм от Эйвен. Это туалетная вода. Содержит в себе яблоко, магнолию и ванильный сахар. Уже вам в заказе от Эйвен рассказываю про нее. Красивый такой флакон. Да. Очень приятный такой легкий аромат. Сладковатый, но не приторный. И для меня на первом месте тут идет яблоко и ваниль. Магнолия. Магнолию я не чувствую здесь совсем. Если даже она есть, то совсем-совсем чуть-чуть. Очень приятный, легкий. Он как облачко такой запах. Я даже иногда просто в комнате пшикаю, чтобы нравится. Мне очень нравится этот аромат. Вот уже сколько я его использовала. Сейчас где-то тут. Вот. Он такой розовенький. Очень приятный аромат. И я говорила вам, что не очень я люблю вот эти вот ароматы из сетевых компаний. Но вот этот аромат меня порадовал. И я решила даже заказать еще несколько. Когда придет мой заказик из Эйвен, я вам покажу, расскажу. И потом, наверное, сделаю видео о всех своих парфюмах. Из Эйвен, не из Эйвен. Не знаю, посмотрю. Но видео такое сделаю. Очень меня это порадовало. Я помню, какие у них были ароматы до этого. Как-то они мне не очень нравились. На них не шли. И, ну, нет, 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 нет. А сейчас даже очень ничего. Это были все мои продукты февраля в декоративной косметике. И сейчас я следом сниму видео. Продукты февраля. Уход тела и волосы. И лицо. Все, всем пока.